Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Гаценко Андрей и я представляю партнерский офис компании Герчки Ко в Москве. И сегодня мы с вами поговорим о новостях, какие они бывают, как их торговать и какие возможности дают новости для того чтобы зайти в рынок или собрать позицию. Итак, новости. Скажу сразу, что Александр Михайлович Герчик не советует торговать на новостях. В принципе, я могу его понять. Торговля на новостях сопряжена с большими рисками, но мой опыт торговли и наставнической деятельности говорит о том, что существует целая группа трейдеров, если делить по психотипу, которым данный вид торговли подходит лучше всего. И они на новостях делают хорошие деньги. И при этом уровень напряженности в рынке у них, скажем так, сосредоточено в одно определенное время. То есть они поторговали новость, забрали прибыль, закрыли терминал и ждут следующую новость, которая может быть через неделю, например. И им этот способ торговли подходит как нельзя лучше. Они чувствуют себя в нем комфортно. Какой психотип конкретно у вас, я не знаю. Я просто расскажу, как это делается, а уже вы примите решение, подходит это вам или нет. Виды новостей. Самые важные новости у нас какие? Правильно. Это начнем с ВВП. Валовый внутренний продукт. Все начинают с этих новостей. Но как мы можем использовать это для себя? Ну вот есть ВВП. Да. Кто знает вообще, как часто выходят данные ВВП, например, по США? Кто не знает? Конечно нет. Почему? Потому что все просто знают, что ВВП выходит и все. Рынок сразу порвется. На самом деле ничего здесь сложного нет. ВВП выходит в конце каждого месяца. Все. И вы это можете легко проверить, зайдя на соответственные ресурсы. Сейчас рекламировать их не буду. Соответственно, изменение ВВП будет сильно влиять на доллар. Но через доллар это будет влияние оказывать не только на валюты, но и на то же золото, например. Если тот же евро-доллар улетит на ВВП на 100 пунктов, то золото улетит на 300. Так что это нужно учитывать, понимать, какой потенциал вас ждет. Дальше. Значит, ВВП. Один раз в месяц. Второй. По влажности. Нам фарма. Напишу по-русски, потому что все знают, как это пишется по-английски. Монфармы. Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе США. Сильнейшая новость. Проходит каждую первую пятницу месяца. К ней надо быть готовым. Я знаю трейдеров, которые ждут этих новостей и торгуют только раз в месяц. Вот и все. И выгребают из рынка денег столько, что весь месяц они могут не торговать. Потому что это их хлебный день. На самом деле это очень круто. Существует много тактик работы на тех же самых ноуфармах. И, скажем, конкретно в этот день и отложками, и на пробои сделка счетов очень много. Это я расскажу позже вам. Важно понимать, что эта новость сильно трясет рынок. И, естественно, что вы будете получать на почту сообщения от различных своих, скажем так, аналитиков и финансовых советников о том, что в этот день лучше не торговать. На самом деле на нонфармах тоже золото, например, в легкую может сходить на 200-300 пунктов и потом всю неделю стоять. На самом деле это отличный способ заработать. Нужно просто понимать, что какие сетапы могут произойти до новости, в момент новости и после новости. И тогда можно прекрасно торговать нонки и делать деньги очень быстро и безболезненно. И потом не торговать, соответственно, весь месяц до следующих нонфармах. Но есть еще другие новости. И многие трейдеры просто выбирают из списка новостей лучшее для себя, допустим, по доллару и торгуют только их в определенное время. Слово «время» я употребил в этом вебинаре первый раз. Но оно постоянно присутствует во всех моих занятиях. Время на рынке течет не так, как в реальной жизни. И именно новости об этом говорят в полной мере. Если вы выпишите все новости, допустим, по 3БК или по важности, самые большие по доллару, которые я еще продолжу этот список, вы увидите, что можно торговать только в это время. И вы очень быстро получите либо стоп, либо большую прибыль. Вот и все. В то время, как, находясь в рынке вялом, заключая сделки на вялом рынке, вы мучительно долго высиживаете либо стоп, либо профит. Понимаете? А сидеть даже в профите день, два, три долго, да, очень мучительно, да, потому что сразу закрадываются сомнения, что вот надо закрыть или не закрыть, а вот там отбить или не отбить, а вот уже столько. Сейчас вот денег столько, а я бы мог купить на них столько. И время тянется, и ваши внутренние переживания вас съедают. На новостях все происходит быстро. Вы получаете быстрая прибыль, быстро закрываетесь и выходите из рынка. Все. Микрошок. Забрали деньги, вывели средства. Подоложаем. Фомки. Так, модфармы тоже раз в месяц. Фомки. Это первая пятница месяца. Фомки. Фомки интересные новости. Последний раз вообще никак не отработались. В чем смысл? Протокол заседаний Фомс публикуется через две недели после его обсуждения. То есть, собираются финансовые эксперты, что-то обсуждают, и только через две недели они эту новость нам дают. Что вот, ребята, мы-то пообсуждали. Подумайте, да? Что может произойти за две недели? И будут ли в этом заседании какие-то утечки, которые приведут уже к заниманию лучших позиций каких-то трейдеров, инсайдеров? По этой новости. Да, они уже отработали 10 раз. Фомки. Фомки, да, на них может тоже новость, как бы, цена может тоже ходить, но протокол, понимаете? Если нонфармы, это число, ВВП, это число, то Фомки, это протокол, где озвучиваются какие-то позиции. Это фактически, как бы, речь. И порядок подачи информации в ней может быть разным. Они могут сказать, что у нас сначала все хорошо, а потом сказать, что у нас все плохо, а потом опять все хорошо. И график будет делать вот такие скачки. Но при этом это не, скажем так, не что-то конкретное. И понять, ну, скажем, действия игроков можно только после окончательной публикации этих новостей. Я советую Фомке торговать не в моменте, а на следующий день на отработку от них, ну, по тенденции. Фомке. А они один раз в неделю. Ну, средний, один раз в неделю. Так, ну, четвертое, по важности, я поставлю пресс-конференции ЕЦБ. Плюс заявление или выступление Драгин. Ну, пока Драги, может, пройдет несколько лет, да, будет другой человек. Но нам интересны все деятели, которые озвучивают позиции ЕЦБ. Здорово, рынок трясет на этих новостях. Конечно, летает евро и доллар тоже реагирует прекрасно на эти новости. Бывает они нечасто, но в списке новостей регулярных, на день, неделю, эти новости заложим. То есть, все в начале недели прекрасно знают, что там в среду, либо в четверг в 21.00 будет выступать вот этот вот товарищ и будет нести в свет свои просветительские идеи, что делать с единой европейской валютой, какие у нее есть перспективы. Следующая новость, которую я поставлю на пятое место, но на самом деле для меня она стоит на первом месте. Запасы нефти в США. Есть такая страна. И нам очень интересно, сколько американцы накачали нефти. Почему? Потому что трейдеры, торгующие нефть, просто жизненно привязаны к этим новостям. И бывают они один раз в неделю. Это очень удобно. Вот смотрите. ВВП раз в месяц, Нонфармы раз в месяц, Фомки раз в неделю, но, опять же, Фомки это не число. А запасы нефти раз в неделю, это конкретное число. Накачали столько-то баррель, а было столько-то. Это математически понятно, что если накачали много нефти, значит, цена на нее будет падать. Если накачали мало, то будет расти. Это однозначно, понятное число, которое можно торговать в моменте времени и просто ловить тенденцию, которая зарождается от импульса новостного. Это очень удобно. Также можно запасы торговать на следующий день на тесте этих объемов, либо плотностей, которые создали трейдеры, проводят действия, основанные на новостях. То есть, фактически, вы торгуете не новостной импульс, а откат на корень импульса, в котором сидит фундаментальный смысл, число. Нефти стало больше или нефти стало меньше. Это очень важно. Соответственно, из всех вот этих вот новостей, для меня, как для трейдера, ну, скажем так, сырьевого, потому что мне больше интересно торговать нефть и золото, валюты. Ну, валюта-то хорошо, но, скажем так, сырье, металлы, они мне более понятны. В первую очередь меня интересует запас именно по нефти. И, если я торгую золото, меня интересуют все новости, у которых по самой большой важности именно по доллару. Потому что золото торгуется за доллары. Все новости по баксу будут влиять на золото очень сильно. И при этом, если, допустим, тот же ваш любимый евро-доллар на новостях, на нонуфармах пройдет там 60 пунктов, золото уйдет на 360. Потенциал у него гораздо больше. Я думаю, с этим понятно. Давайте теперь остановимся на событиях, которые могут происходить именно на новостях. То есть, на самих фактически паттернах. Для того, чтобы торговать новости осмысленно, нужно просто по большому счету их перелопатить и посмотреть, как те или иные новости реагируют именно на ваш инструмент, который вы больше всего понимаете. То есть, одним из этапов обучения, я считаю, именно глубокую проработку новостной базы. Когда вы берете, например, ВВП, и берете ваш любимый инструмент, допустим, евродолад, либо золото, все что угодно, хоть чехословацкую крону, не знаю, которой уже нет, возьмите новость, поищите на, соответственно, ресурсе новостном список этих новостей за последние полгода или год, и проработаете, сколько раз в месяц выходила эта новость, и как ваш инструмент на нее реагировал. Стоит ли вообще рассматривать эту новость на вашем любимом инструменте? Что я могу сказать в помощь вам? Например, запасы нефти в США. Выходят, когда даже выходят нонфармы, нефть практически не шевелится, все летает. Фунт летит, евро летит, золото летит, нефть стоит. Все. Я знаю, нонфармы нефть будет спать. Но когда выходят запасы, все, это именно здесь будет и канадец, естественно, потому что в Канаде нефть добывает. Еще раз. ВВП число, понятно. Нонфармы, тоже число. Это тоже понятно. Фомки, это фактически речь. Здесь могут быть варианты именно в самом момент выхода. Пресс-конференции, ЕЦБ и выступления Драги это просто кошмар. Я вам сейчас объясню, почему. Вот, представьте, да, выходит Драги, к микрофону. Я точно знаю, что существуют программы, которые на компьютерном уровне отслеживают, начиная от походки, как он подходит к микрофону, и заканчивая мимика его лица, довольное оно или недовольное, перед выступлением. И уже даже на этом люди пытаются спекулировать. Понимаете, насколько люди привязаны к этим новостям, что на них можно заработать очень быстро и очень много. Допустим, у вас нет такой программы, у меня тоже нет. Что делать? Надо просто посмотреть, как бывает, да, возьмите там ваш любимый евро-доллар и прогоните последние 10 либо 20 присут ЕЦБ, да, либо выступления того же Драги. Посмотрите, какие обычно реакции. На самом деле, речь очень опасная штука. Почему? Потому что, чтобы он там не говорил, у него есть свой какой-то большой план. Какой план может быть у Драги? Держать цену в каком-то своем известном только ему коридоре. Соответственно, несет он вам положительные новости, либо он несет вам негативные новости, он их может выстроить только в своей собственной последовательности. Например, он выходит и говорит, еврозоне проблемы. Все, сразу бешеная свеча вниз, там пунктов на 150. Потом говорит, но мы знаем, как их решить. Цена назад на 150. Но это будет непросто. Еще на 150. Но мы знаем механизм. Опять на сотку. Каждая фраза будет давать бешеное движение. Вы у них никогда не зайдете. Порежет всех. Поэтому вот эти выступления я рекомендую торговать опять же на следующий день, когда уже понятно, какой в принципе посыл был у Драги на этом выступлении. Позитивный для евро, либо негативный. И уже относительно этого, с опорой, как технической, так и фундаментальной, отторговывает эту новость после ее выхода. Это очень важно. И опять же спред здесь на Драги будет вот такой. Но опять же если мы торгуем не у герчика, у герчика спред со спредом все в порядке. Так, с этим понятно. Нефть присухи фонки нонфарма ВВП. Теперь о технике. Что может быть перед новостями. очень важно. Дело о том, что я провел очень большую работу по систематизации новостных паттернов. И кое-что я вам сейчас расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова